Здравствуйте, уважаемые зрители! В позапрошлом видео мы говорили о семисегментном индикаторе и о его подключении к Ардуино. Ссылка на видео есть в описании и появится в подсказках. В этом видео поговорим о подключении вот такого семисегментного четырехсимвольного светодиодного индикатора к Ардуино, а заодно и вот таких светодиодных индикаторов на 2 и 3 символа. Начнем с двухсимвольного индикатора. В позапрошлом видео для подключения односимвольного индикатора мы задействовали 8 цифровых пинов Ардуино и Пингенде. Если мы хотим использовать тот же принцип и рядом разместить еще один такой же индикатор, чтобы выводить двухзначные числа, то нам уже потребуется 16 цифровых пинов и земля. Даже если мы пожертвуем выводом точки, то все равно потребуется 14 цифровых пинов, что превышает число цифровых пинов Ардуино Уно. К счастью, для подключения вот таких вот объединенных в один блок светодиодных индикаторов нам не потребуется столько пинов микроконтроллера. Для двухсимвольного индикатора число задействованных цифровых пинов увеличится на 2, для трехсимвольного на 3, а для четырехсимвольного на 4. Разберем последовательную распиновку всех четырех светодиодных индикаторов. Все они у меня с общим катодом. Об односимвольном индикаторе мы уже говорили. Общий катод у него связан с третьим и восьмым пином, следовательно, к любому из них или к обоим сразу мы подключаем землю. У двухсимвольного индикатора общий катод первого символа, если считать справа налево, находится на седьмом пину. А общий катод второго символа на восьмом пину. У трехсимвольного индикатора общий катод первого символа находится на восьмом пину. общий катод 2 символа на 9 пину, общий катод 3 символа на 12 пину. У 4-х символьного индикатора общий катод 1 символа находится на 6 пину, общий катод 2 символа на 8 пину, общий катод 3 символа на 9 пину, а общий катод 4 символа на 12 пину. Для демонстрации я размещу все 4 семисегментных индикатора на макетной планте. Пин GND Arduino я через резистор на 220 Ом соединю с минусом макетной платы, а пин 5 вольт Arduino я буду подключать к разным пинам светодиодного индикатора. Вначале подключу односимвольный индикатор, соединив его третий пин с минусом макетной платы. Теперь соединяя остальные пины кроме восьмого с плюсом макетной платы зажигаем различные сегменты светодиодного индикатора. Перейдем к двухсимвольному индикатору, соединяем с минусом его седьмой пин и подсоединяя плюс к пинам нижнего ряда включаем сегменты первого символа согласно распиновке. Далее соединяем минус макетной платы с восьмым пином и теперь уже включаем сегменты второй цифры, если считать справа налево. А что же произойдет, если одновременно подключить седьмой и восьмой пин светодиодного индикатора к минусу макетной платы? При соединении с плюсом тогда загораются одинаковые сегменты обоих цифр. То есть одномоментно мы можем вывести либо две одинаковые цифры, либо только одну цифру в любую из секций. Как выводить разные цифры поговорим далее. Теперь повторим ту же операцию с трехсимвольным индикатором. Сначала подключим минус к седьмому пину и позажигаем сегменты первого символа. Далее подключим минус к восьмому пину. Теперь у нас зажигаются сегменты второго символа. И напоследок подключаем минус к двенадцатому пину и зажигаем сегменты третьей цифры. И напоследок у нас четырехсимвольный индикатор. Минус на шестом пину позволяет нам включать сегменты первой цифры. Минус на восьмом пину сегменты второй цифры. Минус на девятом пину третьей цифры. И минус на двенадцатом пину четвертой цифры. Теперь соберем все на макетной плате согласно схеме и будем управлять отображением цифры на светодиодном индикаторе с помощью Arduino Uno. Подключаем светодиодный индикатор к Arduino Uno согласно схеме. Пины со второго по девятый соединяем с пинами индикатор, отвечающими за работу сегментов цифры и точки. А пины с десятого по тринадцатый соединим с катодами светодиодного индикатора. Десятый пин Arduino Uno с шестым пином индикатора. Одинадцатый пин с восьмым пином. Двенадцатый пин с девятым пином. Тринадцатый с двенадцатым пином светодиодного индикатора. Каждое подключение к катоду индикатора защитим резистором на 220 Ом. Теперь перейдем в Arduino IDE. Напишем функцию в первом аргументе, в которой мы будем указывать номер секции, куда будем выводить цифру, а во втором саму выводимую цифру. В теле функции у нас будет цикл, который вначале будет подавать высокий уровень сигнала на все общие катоды, а затем на катод той секции, где нам нужно вывести символ, низкий уровень сигнала, что будет эквивалентно подключению данного катода к земле. А далее будут зажигаться нужные сегменты светодиодного индикатора в соответствии с битовым представлением выбранной цифры. В функции loop разместим цикл, в котором последовательно будем выводить все цифры от 0 до 9 в нужную нам секцию. Загружаем скетч в Arduino и видим, как последовательно в крайней правой секции меняются все цифры от 0 до 9. Изменяя номер секции в скетче, мы можем изменять позицию вывода цифры. Вторым примером четыре раза подряд вызовем нашу функцию и передадим в каждую секцию новую цифру от 0 до 3. На самом деле мы каждый раз зажигаем только одну цифру, гасим ее и зажигаем следующую. Но так как это происходит очень быстро, то глазу кажется, что как будто все цифры горят одновременно. Добавим переменную пауза, которая будет определять задержку в одну миллисекунду перед выводом новой цифры. Если этого не сделать, то светодиоды будут успевать гаснуть. А если сделать слишком большой паузу, то будет заметно мерцание. Загружаем скетч и видим, как у нас задействованы все сегменты и горят цифры от 0 до 3. Если мы хотим задействовать всего три цифровых пина для отображения сегментов светодиодного индикатора и четыре цифровых пина для выбора нужной секции светодиода, то используем сдвиговый регистр. Подробно об устройстве сдвигового регистра и принципе его работы я рассказывал в прошлом видео, не буду повторяться. Ссылка на прошлый ролик есть в описании и подсказках. Десятые, одиннадцатые, двенадцатые и тринадцатые пины Arduino Uno у нас так и будут подключены к тем же пинам общих катодов светодиодного индикатора. А седьмой, восьмой и девятый пин Arduino Uno подключим к одиннадцатому, двенадцатому и четырнадцатому пину сдвигового регистра соответственно. Код скетча у нас немного изменится, так как при работе со сдвиговым регистром используется функция Shift-Out, в которой мы указываем номера пинов, связанные с пином 14DS и 11SH сдвигового регистра. И передаем регистру битовое представление текущей цифры. Загружаем скетч Фортуина и выводим ту же последовательность чисел на светодиодный индикатор. О вот таком вот готовом модуле на 4 символа и о подключении атотени к 4-символьному светодиодному индикатору поговорим в следующих видео. Кстати, я буду вновь использовать атотени 13 для подключения светодиодного индикатора. У него всего 8 ножек и по сути 5 полноценных пинов ввода-вывода. А для управления 4-символьным индикатором с помощью сдвигового регистра мы задействовали 7 цифровых пинов Ардуино Уно. Так что подключение атотени 13 именно к 4-символьному светодиодному индикатору задача нетривиальная. Впрочем, как это сделать, увидите в следующем видео. Спасибо всем за просмотр. До новых встреч!